Добрый вечер, дорогие веб-зрители! Пока наши политики решают вопрос о том, кто будет заниматься законотворчеством в нашей стране, какие партии, какие квоты при этом они выберут, кто больше, а кто меньше сделает для народа добра в очередные пять лет, хочется поговорить о том, что вообще ждет всех нас в эти годы, айтищников, людей, которых на днях не совсем плохой политик, которого я даже по-своему люблю на продвижащих партии регионов перестал называть журналистами, а назвал политтехнологами. Если бы господин Колесников знал, что у меня к нему самое святое дружеское чувство, и оно относится не к его партийной принадлежности, не к тому, что он по отчеству Викторович, потому что во времена моего детства вот лица такие вот, как у этого человека были, у часовщиков на воскресенке, людей точных, которые время от времени делали одолжение моему деду на ум, кавалеру двух орденов Слатова, человеку, которому маршал Жуков подарил, ну прямо огромные, по нынешним пониманиям, вот такие вот часы, луковица, они открывались, они были серебряными, корпусом, и на них было написано, что рядовую науму Борисовичу Федоровскому от Константина Жукова. Это место ордена славы первой степени, который не полагался евреям и коммунистам на фронте. Эти часы дед берег, а после войны еще, когда было много часовых мастерских на воскресенке, он носил их от одного изи к другому-нибудь, какому-то зяме, и эти изи и зяма очень бережно, очень аккуратно, порой даже в один день, вдвоем или вторжем, скрывали корпус этих часов, чистили, сдували с них половинки, промазывали тонким каким-то очень фильтрованным маслом, не знаю, веретенным или еще каким-то, и отдавали старику, чтобы старик радовался, что они еще ходят в часы. от человека, который выиграл, жесточайшим образом выиграл Великую Отечественную войну, посылая на смерть не только батальон отдельных бойцов, но целых фронтах. Вот такая история. Было лицо у одного из часовщиков, вот такое, как у нынешнего вице-премьера Азаровского. И не могу я о нем никогда говорить плохо, и всегда буду улыбаться в виде этого человека. Он остался у меня во времени часовщиков. Пусть там и живет. Снимет его, оставит его. Я даже не буду помнить его, как Кирпу помнит, что-то он строил. Как-то он погиб, уже не умер, все говорят. Я, видимо, болелся за этого человека, он перенес, как я видал, то ли инсульт, то ли инфаркт, но он остается на своем рабочем месте, и слава Богу. Что же касается вообще деятельности партии, я считаю, что должны думать не партийные лидеры, а лидеры экономические. Куда вести страну? Лидеры экономические. Очень хорошо, что возвращается в политику. Достаточно немного человек Виктор Бензенек. Возможно, он что-либо добавит команде Азарова, возможно, заменит ее. Все, может быть. Все. Но это будет завтра. Сегодня я хочу говорить о том, что в наше время нет уже границ. В наше время боль вчерашнего мира, который был под запретом, становится нашей собственной болью. Ураган, который сейчас омывает бузон в залив. Нью-Йорк доходит до наших мест. Мы переживаем за американцев. Мы переживаем за то, что 400 тысяч уже подняты, эвакуированы американским правительством и национальной гвардией, перевезены из этих мест. Почему? Очень интересная формулировка, которую нашего президента говорит. Важно даже не то, что эти люди обрекают себя на гибель. Важно то, что мы не дадим им погибнуть, но при этом пострадают спасатели, которые все равно выйдут в море спасать людей. Вот великая Америка, вот величие в том, что говорят ее лидеры. Ураган Сэнди, конечно, это ураган, который называют громко не зря. Называют громко, потому что произошел уже 2005 год, и потопление Нового Орлеана видела Америка, видел мир, и очень много исследовали американские ученые, что могло послужить такому великому потоплению. И оказалось, что зной из причин – это деятельность человека, когда человек не только сушил прибрежный океан, болота, а еще сумел десятки и чуть ли не сотни километров чисто по-американски ручительно забетонировать. Вот эти бетонные защитные устройства не сработали. Это как раз тот самый буддийский принцип, по которому не сработала сила там, где могла сработать мягкость. Там, где обыкновенные водоросли разжижали, успокаивали океан, который заходил и попадал как бы в положенное ему место в тину, он сейчас стал находить какие-то жесткости и отвечать стал на них жестко. Так и погиб Новый Орлеан, который, как и сейчас, вот говорят американцы, восстановился всего на 3 восьмых. Даже в прошлом просушенном виде он не может найти того мироощущения, которое было до того. Потому что, ну, большая часть жителей Нового Орлеана жила в маленьких шанхайчиках, таких, как у нас в свое время были на Днепре, пока не захватили эти прекрасные плавни наши новороши и настроили каких-то безумно дорогих и совершенно бесполезных дворцов, которые имеют честь в будущем скором погибнуть точно так же, как погибли защитные устройства Нового Орлеана в Америке. Наши новороши думать не умеют, и поэтому мозги им добавятся тогда, когда они потеряют все. Я сегодня хотел говорить о том, что Фейсбук продолжает удивлять, продолжает удивлять тем, что это живой журнал, в котором сердце народа, в котором народ все больше и больше рефлексирует, то есть составляет какие-то определенным поводом, как политическим, так экономическим, так духовным, так житейским, некие маленькие излечения, которые уже имеют смысловые какие-то длительности и глубины, называются эти смысловые излечения, рефлексиями. Этих рефлексий сейчас стало все больше и больше. Народ стал мыслить, народ стал играть в некие словесные шахматы. С этим народом интересно, и надо вспомнить, что в свое время человек, а ныне киберцентр Виктор Блужков, это основатель этого киберцентра, это великий украинский кибернетик, мечтал о том, что когда-то однажды придет время эвристика. Ну что такое эвристика? Это не тот самый момент, когда Архимед, сидя в ванной, в древнем мире что-то для себя придумал, скричал Эврика и выскочил в голову и побежал по сиракузам, совершенно неприкрытый, так ошеломленный тем, что его осенила некая истина. Ну во времена Архимеда все, что он придумал, он оставил для себя в неком таком состоянии, которое было очень удобно ему в голове, но не сразу помнилось с отечественниками, с современниками. Вот когда он сидел и размышлял о окружности, о длине, о площади окружности, как размеряется площадь и окружность круга, вошли в город враги, кстати, в город, который он приложил максимум усилий для защиты, он помог поставить зеркала на берегу, который сжигали вражеский флот. Собственно, все равно это не помогло, враги осадили сиракузы, пришли, и когда он размышлял над великими генетическими задачами, его просто убили, ничем, зарезали. Так случилось с первым создателем эвристики, человеком, который был тем самым вносительным первичной информацией геометрической, которую никто другой кроме него не знал. Но, к нашему счастью, он сумел эту информацию передать своим соотечественникам, ученикам, и эта информация досталась нам. Сегодня человечество нуждается в огромном количестве всяческих рефлексий, формализированных знаний, которые должны быть зашиты в некие интеллектуальные таблетки. Ну, сначала о том, как это происходит в нынешнем мире. В нынешнем мире, вот, например, в современной медицине, в Украинской, перестали доверять одной интуиции врачей. Поставили вопрос о том, что важнее всего, чтобы домашний врач мог правильно диагностицировать то или иное заболевание у пациента. А уже когда заболевание имеет какие-то определенные совпадения с существующими стандартами, то по данному заболеванию при определенного рода пациенте, то есть с его анализом, назначается конкретная стандартная процедура лечения. Процедура со стандартными лекарствами, которые не позволяют врачам, которые очень много в этом упражнялись с 90-е годы, всячески изводить человека безумными рецептами, безумными средствами на стоимость каких-то экстравагантных лекарств. Это юристики, которые приняло Министерство Здравоохранения Украины. Но существует ряд и других, и третьих, и пятых юристик. Бывают очень тонкие, очень значимые, очень особые «экспэшел» юристики. Юристики, которые, например, говорят, как через катетер войти напрямую между зонгом в сердце и поправить его, и подвинуть какую-то перегородку сердечную, или каким-то образом установить какой-то имплантант, который сможет помогать человеку жить более рачительно в старости, и не будет позволять накапливаться бляшкам на сосудах кровоносных. Сеть юристики – это очень тонкий, очень сложный опыт. И если этот опыт описать при помощи какой-то последовательности юристик, по каким-то определенным алгоритмам, то рано или поздно человечество освободится от рутенёрства каждый раз в поиске тех первичных знаний, которые будет решать, ну, какой-то машинный специалист, который будет находиться рядом с хорошим врачом-кардиологом, с хорошим врачом, который занимается в пеной хирургии каких-то определенных частей тела. И это будет замечаться. Всё бы хорошо. Но, когда возникает вопрос, что человек отдает своё, что им заработанное, наработанное, выстраданное, ну, кроме физической силы, рук хирурга, вот это всё остальное, интеллектуальная начинка, вдруг надо отдать. И отдать не кому-нибудь о машине, которую тупо запомнят. И никогда больше человек с его индивидуальными знаниями больше не понадобится. Возникает вопрос, а сколько должна стоить подобная юристика? Ну, в современном западном мире каждая подобная юристика оценивается от 2-3 до 20-30 тысяч долларов. Ведь это те знания, которые забираются навсегда. Более того, учитывается, что эта юристика должна состоять из не большего числа слов, чем состоит пост на твиттере. Или два поста на твиттере. То есть два раза по 7-4 символа. Но сформированные таким образом, что они дают максимальную информативность. У нас, когда приходят молодые поэты что-то писать, они пишут бесконечно длинные руладные стихи, в которых где-то на каком-то этапе прослеживается, что же этот человек хотел сказать. Вся его мысль разминута в трёх поплётах там, где поэты в уровне Лины Костеренко, я не побоюсь сказать, вывозь, что иногда, вот сидящего перед вами, достигают того же эффекта в трёх-четырёх строчках. Потому что они спрессовывают свои ощущения, знания, возраст, философию жизни в некую короткую евристику. Поэзия – это евристика. Максим Рильский, «Участие людского двориние крыла, троянды и вы на врат». Красиво и корыстно. Это евристика. Это чётко выделённый сгусток информативный, который чётко говорит, что мы отжидаем от жизни. Подобные евристики очень здорово было бы иметь, но за них надо научиться платить. Вот получится у нас совмещать иметь и платить. Не понадобятся нам всяческие политики, в вещах, в которых они мало разбираются. Но тогда добиться нам потом правовое оформление тех проблем, которые возникают всего того, что украшаются какие-то, условно говоря, протоколы, которые уже будут делать, поддерживать машину. И вот, собственно, об этом сегодня моя маленькая зарисовка. Платит общество за евристики, получает полезный продукт, и человечество становится более оснащённое тем, чего сегодня не имеет. Какими-то, условно говоря, санитарными знаниями, которые будут поддерживать человека регулярно. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...